Приветствую всех любителей спорта! В эфире передача старта и финиша и в ближайшие несколько десятков минут будем говорить только о спорте. В студии Максим Савин. Далее вы увидите. О том, как Гомельская область готовится ко вторым европейским играм, расскажет начальник управления спорта и туризма облсполкома Денис Езерский. Богатый медальный урожай собрали гомельчане на Кубке и первенстве Беларуси по карате. Мы пообщались с чемпионами. Там, где воспитывают олимпийцев, съемочная группа программы посетила Мозерский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва. В 2019 году в Минске пройдут вторые европейские игры. Подготовка к этому спортивному форуму уже активно ведется. Совершенствуется спортивная и туристическая инфраструктура. Разрабатывается официальный сайт игр. Объявлен конкурс на создание талисмана соревнований. Не остается в стороне и Гомельская область. О том, как наш регион готовится к европейским играм и каковы медальные планы наших спортсменов, я спросил у начальника управления спорта и туризма гомельского облсполкома Дениса Езерского. Денис Владимирович, добрый день. Спасибо, что согласились на интервью. 2018 год пройдет под знаком подготовки ко вторым европейским играм, которые пройдут в Минске. Как спортивная отрасль нашего региона будет готовиться к этому событию? Все абсолютно спортивные мероприятия пройдут в городе Минске и Минской области. И спортивные объекты Гомельской области не будут задействованы при проведении самих европейских игр. Но сегодня при децентрализованной подготовке спортсменов, конечно же, все объекты, не только города Гомеля, но и крупные объекты, которые находятся у нас сегодня на территории области, они будут включены в подготовку, при подготовке спортсменов к этому событию. И здесь можно говорить о наших центрах Олимпийского резерва, Центре Олимпийского резерва Единоборств, Центре Олимпийского резерва Погребли, нашего Центра Олимпийского резерва Легкой Атлетики, в том числе и объектов, находящихся в регионе. Это и специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва Погребли наших профсоюзов, которые находятся в Мозоре. Ну и ряд других объектов, которые также будут участвовать при подготовке спортсменов к вторым европейским играм, именно в период децентрализации, когда они будут находиться здесь дома вместе со своими тренерами. Также регион будет въездными воротами и на сегодняшний день уже на уровне заместителя губернатора Владимира Привалова нами подготовлены ряд предложений всем заинтересованным. Это и транспортникам, и дорожникам, и погранкомитету нашему. Потому что сегодня надо понимать, что через Гомельскую область будут лежать маршруты по направлению города Минска. Поэтому большую работу в следующем году придется провести именно по достойному приему спортивных делегаций и комфортному их нахождению в процессе движения по территории Гомельской области, непосредственно на наших прилегающих кафе, автозаправочных пунктах каких-то, значит, ремонта там и так далее и тому подобное. Но это будет касаться даже не только столько спортивных делегаций, сколько и большого количества туристов, спортивных туристов, которые ожидаются. Поэтому здесь, конечно, уже непосредственно Гомельский регион будет работать очень активно, очень глубоко для того, чтобы максимум сделать все, чтобы все, кто приедут на вторые европейские игры, чувствовали себя комфортно. Вторые европейские игры в Минске были своеобразной репетицией перед Токийской Олимпиадой 2020 года. Можно уже говорить о каких-то медальных планах гомельских спортсменов? Надо начать с истории. На первых европейских играх 2015 года в Баку приняли участие 15 спортсменов Гомельской области по шести видам спорта. Наиболее успешно себя показали наши велосипедисты Киренко Василий, Гребли на байдарках и Каноэ, наши девчонки, борьба вольная Мамашук Мария. Ну и, конечно же, мы также надеемся, что эти спортсмены и дома на вторых европейских играх также будут представлять наш регион. Но надо пока еще говорить рано, надо набраться терпения, потому что Министерством спорта и туризма еще и Национальным Олимпийским комитетом не определен состав национальных сборных. Нам уже известны виды спорта, которые будут представлены на вторых европейских играх. И я думаю, что спортсменам Гомельской области на сегодняшний день есть к чему готовиться. У нас на сегодняшний день также есть хорошие шансы у боксеров, у нас есть хорошие шансы, опять же, у борцов, как греко-римского стиля, так и вольного. В том числе и женская борьба, велосипедный спорт, гимнастика, потому что результаты выступлений этого года говорят о неплохом уровне подготовки спортсменов. Это дзюдо, легкая атлетика, стрельба из лука, теннис настольный. Поэтому сегодня мы уже видим те направления, в котором необходимо поработать спортсменам, тренерам для того, чтобы попасть в национальную сборную. Ну и достойно представлять страну и, конечно же, Гомельскую область на предстоящих стартах. Сейчас в Беларуси объявлен конкурс на создание талисманов вторых европейских игр. По вашему мнению, каким должен быть талисман этих соревнований? Да, на самом деле конкурс очень интересен. Здесь, наверное, надо отдать должное и сказать большое спасибо всем гомельчанам, как творческим коллективам, так и отдельным авторам, которые принимают участие, отправляют свои заявки в дирекцию игр. И я думаю, что они не останутся незамеченными. Этот талисман, на мой взгляд, должен быть, конечно же, выразительным. Ну и, наверное, самое главное, это прослеживается и в условиях конкурса, он должен олицетворять сегодня нашу страну, наше стремление в спорте, наше стремление в развитии. И сегодня ряд примеров мы видели и очень интересных. Это и бусил, это и какие-то такие сказочные персонажи, связанные с Купальской ночью в виде огоньков каких-то и так далее. Но надо и не забывать о тех традиционных талисманах, которые всегда используются. Они, наверное, тоже могли бы себя найти в виде зубра, либо каких-то традиционных для Беларуси животных. Но, опять же, будет выбор осуществляться профессионалами, будет отдаваться предпочтение тем талисманам, которые соответствуют критериям. И мне хочется надеяться на то, что, возможно, победителем конкурса станет и выходится из Гомельской области. В 2018 году в Гомеле пройдет важное спортивное событие. Мы впервые примем чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях среди глухих спортсменов. Как сейчас ведется подготовка к этому мероприятию? Соглашусь с вами, впервые в истории города и спортивного города Гомеля произойдет такое важное для нас событие. Чемпионат Европы в закрытых помещениях среди спортсменов с ограничениями по слуху. На сегодняшний день нас уже посетили инспектора Международной федерации легкой атлетики и Европейской федерации легкой атлетики среди инвалидов. Они оценили нашу инфраструктуру, посмотрели места размещения, места пребывания, питания, проведения самого мероприятия. Мы обсудили с ними церемонии открытия и закрытия. Мы обсудили основные пункты положения проведения этого мероприятия. Определены в том числе и источники финансирования. Надо, к слову, сказать, что большую часть расходов федерация европейская берет на себя. Поэтому на сегодняшний день это еще одна из замечательных возможностей городу показать на свое гостеприимство. Дана высокая очень оценка нашей спортивной базы, базы, где будут осуществляться подготовка, тренировки, проживание, питание. И, наверное, самое главное, что с 20 по 25 марта 2018 года город Гомель окунется, точнее, в такой хороший праздник спорта. Будет большое количество спортсменов принимать участие. 200 спортсменов будет только из России, Украины и европейских стран. Плюс обслуживающий персонал, тренерский состав, представители федераций. Поэтому мы к этому очень активно готовимся. И это хорошая возможность зарекомендовать городу Гомелю и той инфраструктуре, которая сегодня существует и создана в городе Гомеле, что показать уровень и сделать так, чтобы и это мероприятие, оно не было последним. И европейские федерации активнее смотрели на регион в качестве места для проведения своих стартов. Большое спасибо вам за интервью. Приятно было пообщаться. Шесть медалей с пяти олимпиад, из которых половина золотые. Сегодня фристайл. В Беларуси один из наиболее обсуждаемых видов спорта. Но поздравляя чемпионов, мало кто думает, как же закладывается фундамент этих громких побед. В центре подготовки лыжных акробатов побывал Михаил Садовский. Фристайл, характеризующийся атлетической закалкой, акробатической подготовкой, артистизмом и технической безупречностью, возможно, самая творческая форма горнолыжного спорта. Не секрет, что поводы для гордости, связанные с этой дисциплиной, есть у гомельчан. Олимпийская чемпионка 2014 года. Алла Цупер свою карьеру начинала именно в Гомеле. Мы пообщались с ее первым тренером. В Гомельской области фристайл начал развиваться в 1998 году, когда группа спортсменов, я как спортсменка, закончившая свою практическую деятельность, захотела и изъявила желание работать тренером. И для расширения географии именно в Беларуси было принято решение федерации сделать точку развития фристайла и в Гомеле в том числе. По ряду причин пришлось поменять место жительства с Украины на Беларусь. И Алла Цупер, и два тренера, которые в данный момент работают. Старший тренер ГОЦОР водных видов спорта и фристайл. Ну, Татьяна Наталья Александровна и еще одна старший тренер из ДЮШОР-7, где также работает отделение фристайла в городе Гомеле, которое находится пока на данный момент декрет. Были в этой группе спортсменов, которые приезжали. Начинали они спортсменами, сейчас работают тренерами. Как правило, в группы по занятию фристайлом набирают детей 6-7 лет. По мнению специалистов, это самый оптимальный возраст для формирования необходимых качеств у юных спортсменов. В первую очередь начинающих фристайлистов тестируют на гибкость, минимальные силовые качества и координацию в пространстве. Ведь прежде всего фристайл – это сложный координационный вид спорта. Именно по этим трем тестам можно понять, способен ли юный спортсмен в перспективе привести медали с мировых форумов. Мы на это, как тренера, надеемся и верим всегда, что у нас будет в Гомельской области не только одна олимпийская чемпионка, а еще хотя бы кто-то один или одна. Каждый тренер к этому стремится и прилагает максимум усилий для достижения этого результата. Благодаря успехам Аллы на Олимпиаде и так, наверное, сложились звезды, что именно с этого года, с февраля 2014-го мы имеем возможность тренироваться в таком хорошо оборудованном специализированном зале. До этого у нас были проблемы, скажем, с размещением и с тем, что мы имеем то, что мы имеем. Поэтому мы, дети идут, не скажу, что такой прям большой приток, потому что у нас тоже есть свои критерии отбора, поэтому многие отсеиваются сейчас. Но дети идут и из группы в год, из года в год переводятся согласно тем нормативам, которые они сдают. И, естественно, переходит в следующую группу сильнейшая. Действительно, правильно выстроенная система тренировок и отбора позволяет из года в год подготавливать спортсменов мирового уровня. Наверняка каждый из юных фристайлистов мечтает в будущем повторить, а то и превзойти достижения знаменитых на весь мир Дмитрия Дощинского, Алексея Гришина, Антона Кушнира и, конечно же, Аллы Цупер. Должен заметить, что основания для надежд в позитивном ключе у Гомельского региона, несомненно, есть. Прошлый сезон гомельские спортсмены достойно выступили на всех республиканских соревнованиях. В младшем первенстве из шести призовых мест пять было наших. Летние соревнования первые, которые открывали сезон по республиканской подготовке, также было пять мест из шести наших, поэтому они представляют достойную смену и достойную конкуренцию. Второй области, которая культивирует фристайл, это Минск. И также уже в том году были призеры наших этапов Кубка Европы в Раубичах, также представители Гомеля. Первые, вторые выпускники. И выпускник нашей Гомельской области Артем Башлаков на Всемирной универсиаде занял почетное второе место. Кстати, вполне возможно, что Артем Башлаков будет прыгать и на предстоящей Олимпиаде. На данный момент у нашей сборной пять олимпийских лицензий, но есть основания полагать, что прибавится еще минимум три. Вполне вероятен сценарий выступления за сборную и обладательница золотой медали сочинских игр Аллы Цупер. До февраля 2018 остается совсем немного времени, и мы, затаив дыхание, ждем как минимум одного чемпионского прыжка в исполнении белорусов. В Гомеле состоялась республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ по вольной и женской борьбе. Соревновались спортсмены 2001-2002 годов рождения. Схватки проходили во дворце легкой атлетики. Состязания растянулись на два дня. За выступлением будущих звезд белорусской борьбы следила и наша съемочная группа. Главный тренер национальной сборной Беларуси по вольной борьбе Александр Ласица внимательно следит за происходящим на коврах и не скрывает удовольствия от масштабов спартакиады. Еще недавно о таком можно было только мечтать. Лет семь назад участвовало буквально 80 человек. Такой же возраст, все то же самое. На сегодняшний день говорят, что плохо у нас в борьбе, хорошо. Но на сегодняшний день практически все регионы Беларуси представлены спортивными школами. Работают центры, которые, будем так сказать, в деревнях, в небольших поселках. То, что радует действительно, что практически охвачена вся Беларусь. Единственный сейчас вопрос, как это все, вот эти 220 человек довести до взрослого спорта. Вот это проблема большая, сохранение и так далее. Я, прежде чем стать главным тренером взрослой команды, я был, 7 лет отвечал за резерв. И это, я скажу, что при моем участии, вот это, очень многие тренера пришли именно в борьбу, видя того, какие результаты именно в юношеском спорте показали за последних 5-7 лет наши спортсмены, именно белорусские, завоевавшие там и чемпионы Европы были, и призеры мира. То есть реально видят тренера, что могут бороться не только дагестанцы, но и белорусы. Поэтому я думаю, что из этой плеяды, ребят, растут конкуренты, которые закроют наши все проблемы именно со взрослой командой. Труды дают свои результаты. В соревнованиях юношей, которые состоялись в первый день спартакиады, на ковры вышли около двух десятков борцов, испытанных на первенствах Европы и мира. Для некоторых борьба становится главным делом в жизни. Чувствуется профессиональный подход. У нас и этот возраст, и еще ниже, задействован по полной программе. И детки уже начинают себя в этом плане показывать и осознавать, чем они занимаются и как они борются. На второй день спартакиады сильнейших выявляли девушки. Состязания выдались не такими массовыми, как накануне. Парней, занимающихся борьбой в нашей стране, конечно же, больше. Будем надеяться, что это только пока. Женская борьба в нашей стране сейчас на подъеме. Успехи белорусок на континентальных и мировых чемпионатах мотивируют и тренеров, и спортсменок. Женская борьба, она сейчас у нас на всех уровнях, начиная с девушек, с низшего уровня. Стали на чемпионате Европы среди девушек третье место заняли. Значит, по юниоркам тоже третье место было в Европе. И, наконец-таки, по взрослым, по женщинам мы стали вторые в мире. Некоторые поединки длятся секунды. В некоторых соперниц к финальной серии не разделяют считанные баллы. Уровень у спортсменок разный. И тренерскому штабу сборной страны уже есть из кого выбирать. Почти в каждой категории это 100% один-два человека, которые уже о себе заявили. И осталось им только дойти до взрослой борьбы, именно до самых высоких результатов. Я смотрю даже на своих, которые у нас молодые подрастают девочки в Гомельской области, в училище. Действительно, глаза горят, работают с обдушевлением. Ярче всего глаза на спартаке один горели у воспитанниц Гомельской из Дюшор профсоюзов СОЖ. Эта команда заняла третье место в общем зачете. Победили девушки Гродненской из Дюшор профсоюзов. В соревнованиях юношей гомельчане также на пьедестале. Борцы с Дюшор БФСО «Динамо» стали вторыми в табеле о рангах. Победила команда Гродненской и Дю США «Береставица». В личных соревнованиях в активе гомельских борцов 4 золотые, 2 серебряные и 9 бронзовых наград. Сборная Гомельской области заняла второе место в общем зачете открытого первенства и Кубка Беларуси по карате. Соревнования проходили в Минске. Представители нашего региона заявали 4 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали. Награды добыты во всех трех возрастных категориях, которые были представлены на турнире. Мы посетили одну из тренировок чемпионов. Четыре года тренировок и вот она сильнейшая в стране в своей возрастной категории. Для новоиспеченного кандидата в мастера спорта по карате Анны Прохоренко это первая победа. В призорах она была не раз, однако до первого места ранее не добиралась. Стоит думать, что эта Виктория не последняя, ведь сама спортсменка точно знает, чего хочет и двигается к своей цели. Стать лучше не только в стране, но и в мире, в том числе и на Олимпийских играх. Было тяжело, я к этому долго шла. Упорные тренировки каждый день и даже по выходным. И вот результат, которого я ждала четыре года. Я не хочу на этом останавливаться. Кандидат в мастера спорта это еще не призвание. Хочу становиться мастером спорта, выполнить еще раз, потом поехать на чемпионат Европы, мира и становиться там уже, показывать свой результат, на что я способна. Завоевал золото открытого первенства и Кубка Беларуси по карате и тренер Анны Евгений Кадетов. Для него этот успех не первый в карьере, но не менее важный. В соревновательный спорт он вернулся после длительного перерыва. Это возвращение получилось на ура. Хотя тренировать и тренироваться было непросто, признается спортсмен. Победа в первенстве Беларуси дает право на место в сборной и возможность участия в континентальных и мировых соревнованиях. И тут придется выбирать, тренерская работа или спортивная карьера. Сейчас очень много занимает времени именно тренинг сходить. Сейчас спортсменов, которые принесли результат, они и мои спортсмены. Поэтому очень много времени уделяю им и сам тренируюсь неполноценно. Поэтому если все-таки вопрос станет о включении в сборную команду, то, конечно, придется потратить много времени на тренировки. Победителями первенства также стали гомельчане Илья Власенко и Никита Азявчиков. Оба выполнили норматив кандидата в мастера спорта. Серебро у мазырянки Дарьи Потаповой. Бронза у ее земляка Кирилла Матуза. Отметим, что впервые команде нашего региона удалось собрать такой значительный медальный урожай. Тренерский штаб сборной области считает такой результат хоть немного неожиданным, но закономерным. На самом деле мы к этому очень долго и шли. Мы над этим работали, плодотворно работали всей командой Гомельской области. Поэтому когда работа есть, то результат он все равно когда-то будет. Все победители открытого первенства и Кубка Беларуси обеспечили себе место в сборной команде страны и шанс на участие в международных соревнованиях. Кстати, когда мы снимали предыдущий сюжет, его герои готовились к турниру по карате Гомель Оупен 2017. Нынешние соревнования девятые по счету. Участие в них приняли более 740 спортсменов из всех регионов Беларуси, а также из России. Соревновались взрослые юниоры по олимпийским правилам Международной Федерации карате. Сильнейших выявляли в ката, это серия упражнений или бой с тенью, и кумите, это собственно поединки. Всего было разыграно 49 комплектов наград. Спортивное карате еще называют бесконтактным. И действительно в поединках спортсменов до 18 лет запрещены касания руками лица соперника. Удары должны обозначаться, а не наноситься. Ногой коснуться можно, но только слегка. При этом удары должны быть потенциально сильными. А вот у взрослых контакт уже разрешен. Но, однако, и тут спортсмены должны четко контролировать дистанцию и силу прикосновения. Такие правила снижают вероятность травм до минимума. Это, кстати, и дало спортивному карате пропуск на Олимпийские игры. Каратисты дебютируют на главных играх четырехлетия в 2020 году в Токио. При этом безопасность не в ущерб зрелищности. Разрешенный технический арсенал весьма широк. Здесь оценивается техника, которую выполняют спортсмены, а не результат этой техники. То есть нокаутов, нокдаунов не должно быть. Это то, что наказывается. Оценка дается за техническое действие, а не за результат этого действия. Каратая ВКФ, в отличие от других направлений, присутствует свет спектр технических действий. Это и удары в голову, и руками, и ногами. Это удары в корпус, и в спину руками, и ногами. Это бросковая техника, это техника подсечек и добивания. Соревнования по ката, на взгляд обывателя, выглядят не очень зрелищно. Однако и тут борьба кипит. Судьям, оценивая выступления участников, нужно учитывать массу нюансов. Ката оценивается в первую очередь в соответствии стилю и школе. И затем уже идет техническая оценка. То есть это сила, скорость, баланс, ритм, контроль, дыхание и многие другие критерии. Своих воспитанников на турниры выставили 34 команды. Многие из них представляли российские регионы иностранцев. На Гомель-Оупене привлекает высокая конкуренция. Их хорошая организация. Считается количество спортсменов. Если было бы плохое, в следующем году, допустим, столько бы и не набирались. Столько спортсменов. А у нас, как видите, из Ростова, Кальмики, Калуга, Москва, Брянск. Это уже говорит о том, что в Гомеле все проводится как отлично. Нынешний Гомель-Оупен девятый по счету. Турнир, который начинался как первенство Гомеля, сегодня имеет статус международного и не перестает бить рекорды. Вот и в этот раз преодолен очередной показатель по количеству участников. Такого интереса к соревнованиям организаторы не ожидали. Очень приятно, что нас поддерживают, приезжают и даже иной раз очень неожиданно. Вот самые дальние гости, которые у нас сегодня, это команда из Калмыкии, из Алисты. Они у нас были последний раз в 2014 году. Ситуация такова, что турнир, наверное, будем расширять уже до двух дней. Для того, чтобы работа была более полноценная, более выверенная. Чтобы как можно больше спортсменов могли как можно больше побороться. В общем зачете победила команда Орловской федерации карате. На второй строке расположилась Гомельская область. На третьей – Федерация карате Республики Калмыкия. Мозырский филиал Гомельского училища Олимпийского резерва – настоящая кузница кадров для национальной сборной. В свое время свой путь к пьедесталу здесь начинали такие прославленные спортсмены нашей страны, как Станислав Щербаченя, Константин Севцов, Джавид Гамзатов, Мария Брель, Ольга Худенко, Надежда Лепешко, Маргарита Махнева и многие другие. На молодежных первенствах Европы и мира себя достойно проявляют и нынешние воспитанники. Дмитрий Котов посетил учреждение и узнал, где готовят будущих чемпионов. В филиале училища Олимпийского резерва развивают пять видов спорта – греблю академическую, на байдарках и каное, тяжелую и легкую атлетику, а также велоспорт. Заниматься в учреждении дети начинают с восьмого класса. Попасть сюда достаточно сложно. Для этого необходимо пройти строгий отбор и в столь юном возрасте достигнуть серьезных результатов в спорте. Тренеры выбирают лучших из лучших по всей стране. Я уже выполнила в 12 лет мастера спорта. Уже добиваюсь результата съездить на Европу, занять там первое место. У меня уже 13 медалей, очень много грамот. Распорядок дня в учреждении расписан по минутам. Здесь ребята усваивают школьную программу, но основной упор, конечно же, на занятия спортом. Тренировки проходят два раза в день по два-два с половиной часа. Учебный процесс построен таким образом, чтобы умственная деятельность и физические нагрузки чередовались между собой. Это наилучшим образом отражается как на учебе, так и в спортивных результатах. Сейчас я немного приспособился. Но вначале, когда я сюда поступил, было сложно с графиком, с тренировками, тренировка, школа. Ну, очень мало свободного времени. Путь к спортивному успеху тернисты и долгий. Чтобы достичь нужного результата, спортсменам зачастую необходимо выложиться не на 100, а на 200%. В Мозырском училище в ребятах воспитывают волю к победе, формируют характер и учат преодолевать трудности. У нас очень тяжелый вид спорта. И еще такая дистанция, два километра непонятно, тяжелая очень сильно. И очень приходится много тренироваться, чтобы ее преодолеть потом на соревнованиях. Качественно и хорошо, чтобы выиграть. Ну, бывают такие моменты. Но, как бы это психологически мы подготавливаем спортсменам на тренировках, что очень тяжело. Но потом, когда выиграешь, это все, конечно, воздается. Виталий Белый – воспитанник учреждения. В свое время становился призером молодежного и взрослого чемпионата мира. Сейчас делится опытом и передает свои знания юным спортсменам. И уже среди его подчиненных есть призеры континентального первенства. Кирилл Тиханович в составе парной четверки стал обладателем серебряной медали на чемпионате Европы, который в сентябре проходил в Польше. Мы были уверены в себе, но когда мы вышли на старт, финал, мы стартанули первые 500 метров. Мы все, ну, уже по рассказам своих напарников, мы все как-то поникли, уже поняли, что у нас ничего не получится. Но потом, ну, как бы мы не хотели скидывать, мы не хотели проигрывать. Мы думали уже, будь что будет. И последние тысячи метров нужно было просто перетерпеть, и соперник сам уже понял, что шансов нет. Мы сломали соперника психологически, и последние 500 метров делали, что могли. Прочувствовать эмоции большого спорта, переживаний, азарт и накал страстей в сентябре смогли и другие воспитанники училища. Представители отделения Каноэ достойно представили нашу страну на европейском и мировом первенстве. С медалями вернулись Григорий Майсюк, Владислав Шахницкий, Александра Гатальская, Елена Ноздрева и Анастасия Жук. Впереди новые старты и новые свершения, а потому времени на отдых практически нет. У нас, конечно, вся специализация, все это тренировки на воде, а вот сейчас в переходный период, конечно, мы добавляем уже тренировки на суше, в зале. Сейчас в декабре месяце мы выезжаем на подготовку в Приднестровье, это город Днестровск. Это будем вести подготовительный период в декабре месяце. И в февраль-март также будем проходить учебно-тренировочные сборы в Молдавии. Задача училища не только вырастить новых чемпионов, но и в целом приобщить молодежь к спорту. Недаром считается, что спортивная нация – здоровая нация. Однако нужно понимать, что не у каждого получится дойти до пьедестала. И тем не менее, того, кто выбрал спорт, можно без преувеличения называть чемпионом. На этом все. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин